В городе на юге Франции, где старая архитектура сочетается с современными удобствами, находится группа людей, которая посвятила себя созданию чего-то действительно нового. Это команда, создающая игру «За гранью добра и зла 2» студии Ubisoft Monreal. И несмотря на то, что они уже какое-то время работают над этой игрой, ситуация вокруг неё довольно сильно раскалилась со времени драматического анонса на выставке E3. В данный момент нашей задачей является поддерживать огонь, чтобы, ну вы знаете, продолжать готовить. Мы хотим сгладить все неровности, чтобы игра получилась по-настоящему полной, и чтобы все ингредиенты были на месте. Когда мы вернулись в C3, нашей главной задачей стала коммуникация со всей этой позитивной энергией и отдачей, которую мы получили на выставке. Мы хотели донести до команды, что игроки очень заинтересованы и жаждут чего-то потрясающего. И мы сфокусировались на том, какие у вас будут мотивы в этой игре. Одна из вещей, которую я сказал команде, была «Хорошо, мы делаем игру про космических пиратов. Давайте возьмём всё, чем занимаются пираты, возьмём всю их мифологию. Потом просто добавим к этому космос и поместим это в игру». Абордажи? Космические абордажи. Поиски клада? Космические поиски клада. Вы будете капитаном. Капитаном пиратов. У вас будет команда. И вся игра будет строиться на том, как вы будете взаимодействовать и строить отношения с ними. Основная часть всей истории будет рассказана вашими офицерами. А потом вам нужно будет нанимать новых членов в вашу команду. Мы серьёзно работаем над историей персонажей, над историей всего мира. И да, здесь история пойдёт про людей, которые живут в этом сложном и загадочном мире. Сейчас я записываю новые идеи, которыми буквально кормлю команду и Мишеля. Я хочу предоставить им как можно больше возможностей. Перед тем, как художники, с которыми мы очень тесно работаем, возьмутся за создание персонажей. И когда у нас всё получается, то мы видим, да, именно такой должна быть история, и никак иначе. Это именно то, над чем мы сейчас работаем. Мы также работаем над кораблями, то есть космическими кораблями. Чтобы выбор был как можно больше между маленькими тук-туками и мотоциклами, которые мы зовём спидеры. До, по-настоящему, огромных кораблей, которые по 500 метров в длину. У нас есть огромный корабль, который своей формой напоминает кита. И корабли поменьше, которые своей формой могут напоминать чайк или даже насекомых. Это похоже на то, как корабль 17 века плывёт по волнам, а вокруг него кружат чайки. И именно такие картины вдохновляют нас на то, например, как будет работать механика в игре. Но не стоит забывать, что игра за грани добра и зла всё ещё находится на раннем этапе разработки. На том этапе, когда все карты ещё нельзя раскрывать. Но эта команда раскладывает их перед вами, потому что они хотят, чтобы вы были частью процесса программы «Космическая обезьяна». Основная задача программы «Космическая обезьяна» — это взаимное вдохновение. Мы оставляем разные сообщения с вопросами в наших блогах. И наша команда тратит достаточно много времени, чтобы сесть и обсудить, какие будут вопросы, что мы хотим узнать у наших фанатов. Мы находимся в самом начале, и сейчас просто обсуждаем всевозможные идеи, читаем комментарии. Но мы планируем двигаться дальше, за грань того, что происходит сейчас. Нам бы очень понравилось, если бы люди пришли к нам в студию и обсудили с нами интересные темы. Мы хотим достичь такого уровня прозрачности, чтобы наше сообщество могло видеть, в каком направлении мы сейчас двигаемся. И если вдруг по каким-то причинам оно изменится, мы могли бы сказать, «Вот почему так произошло. Мы вам рассказывали, именно поэтому произошли изменения. И теперь мы двигаемся в этом направлении». В какой-то момент мы хотим, чтобы они почувствовали себя частью команды разработчиков. Что между ними нет большой разницы. Мы хотим смешать их вместе, убрать эту границу. Мы хотим стереть границы между разработчиками и страстными людьми, потому что они должны быть страстными людьми. Мы знаем, что разработка занимает много времени. И мы не говорим «нет», мы говорим «да». Огромным кораблям и куче друзей в этих кораблях, сетевым приключениям и также одиночному режиму. Всем этим вещам мы говорим «да», мы сможем их сделать, сможем соединить все составляющие вместе. Но штука в том, что в видеоиграх такого раньше никто не делал. Поэтому со времени выставки E3 давление, хорошее давление не ослабевает. И это хорошо. Создание игры «За грани добра и зла» находится на верном пути. Но путь все еще не близкий. В ближайшие месяцы команда будет делиться новыми артами, новыми видео, статусом о разработке. И новыми шансами для вас стать частью всего этого. Вступайте в программу «Космическая обезьяна» по адресу bgegame.com и подписывайтесь на канал, чтобы получать последние обновления.